Привет, с вами Дизель! Вы просили новый айфон? Вот, пожалуйста, задний себе натянул какой-то платок Но видео будет не об этом, видео будет у нас про распаковку айфона Да, казалось бы, уже все их распаковывали и как бы все это делали Но у нас будет с вами вот этот именно айфон То есть это айфон 6s Plus Apple Certified Pre-Owned Причем это восстановленный, официально восстановленный айфон И мы сейчас с вами посмотрим, чем он отличается как бы от оригинала Ну, в принципе, по упаковке понятно, да, чем он отличается И, соответственно, почему я взял именно его? Я его взял на замену своему по-моему, да, вот он здесь у меня айфон 5s, который у меня был на первое время Вы, опять же, видели видео на канале И я взял именно восстановленный Почему? Потому что мне будет интересно посмотреть как он себя проверяет в работе И есть как бы какой-то страх покупать восстановленный или покупать чисто вот новый прям, да, за который вы там переплатите и он там сколько? 60, по-моему, тысяча стоит Этот я взял сильно дешевле и как бы это прикольно Поэтому давайте будем распаковывать и посмотрим, чем он отличается по упаковке хотя бы сначала потому что дальнейшее уже я о нем расскажу только после того как похожу с ним какое-то время и если вы подпишетесь на канал и кидаете лайков Ладно, погнали распаковывать а там дальше уже обо всем поговорим Ну что, будем вскрывать и... будем вскрывать прям максимально аккуратно Собственно, восстановленный айфон и вы уже и так без меня все прекрасно знаете что это, как это и для чего это Просто Apple не хочет терять как бы денег с продажи Оказалось, с другой стороны они вполне логично могут вам знать как засунуть ну, типа, это не был восстановленный айфон и все такое Ну, облехо, муха Ну, короче, ребят, он выглядит просто охренеть Вот я что могу сказать Я не знаю, как Apple это делает но он здоровый то есть пленочка наклеена вы видите, да, как пленочка наклеена без пузырьков, без ничего Давайте у вас посмотрим, что у нас в комплекте В комплекте, собственно говоря, оригинальная зарядка не подделка, ничего но минус в том, что она, по-моему, 1 амперная, да? Да, 1 ампер Ну, EarPods Lightning это все и так понятно причем все в заводских упаковочках все оригинальное но это круто Еще могу сказать, лоточек тут такой интересный айфончики я отложил, вы его не видите вот так вот, вот так смотри, скрепочка так, вот у нас что, iPhone 6+, 6+, 6+, 6+, интересно, что это за версия судя по всему, немецкая да, походу немецкая и наклейки, соответственно, тоже присутствуют вот так вот Apple упаковывает свои официально восстановленные смартфоны ну, я что хочу сказать первое, снятие пленочки оно, конечно, просто офигенное да, ни с чем не сравнимое, конечно, удовольствие пленка липучая, зараза есть ни с чем не сравнимое удовольствие, конечно ну, что хочу сказать по сравнению с 5S, конечно, разница видна разница видна да, даже часы-то подтвердили но 5S у меня был золотой и мы пятый, насколько вы помните он тоже был золотой в то время как iPhone 6S+, у меня будет белого цвета ну, просто потому что золотого не было и это как бы не совсем прикольно давайте его включим да, 5,5 дюйма я почему перестал пользоваться Redmi Note 3? потому что, собственно говоря, в нем было тоже 5,5 дюйма и это было для меня велико но iPhone не выпускает 4,7 дюйма для меня это слишком мало я вот сразу вижу прям здесь новую камеру нет, ну, конечно, вообще прикольно здесь какая-то потертость вот у нас внизу вот здесь вот возле наушников на корпусе есть потертость вам, наверное, будет плоховато видно но сейчас камера сфокусируется и вы увидите вот ее видно видите, маленькая потертость тут, конечно, присутствует я даже не знаю, что не, потертости нет потертость оттерлась то есть по корпусу вот прям вообще не видно чтобы он был восстановлен то есть болтики прям все сделано прям чин-чинарем здравствуйте здравствуйте нажмите домой да, и здесь что прикольно здесь физическая кнопка то есть она у нас не такая как там, ну, сим-карта да, я знаю, что сим-карта и мне, кстати, с вами интересно будет посмотреть на какой iOS он сейчас находится потому что, ну, мы знаем, что iOS 11 она логучая, сим-карта не вставлена черт возьми сейчас мы вставим сим-карту сейчас мы вставим сим-карту какие-то уведомления у нас пошли все такое ну, конечно, ребята, ничего не скажу настраивать новый iPhone это всегда прикольно по Wi-Fi, конечно, вот такой вот мой Wi-Fi так вот, да вот эта слепочка у меня была сейчас да, вот она чтобы не потерять и сейчас мы с вами активация iPhone нужно занять несколько минут посмотрим, активируется он или нет Пыди должен активироваться здесь, кстати, что прикольное фронтальная камера 5 мегапикселей основная ваш iPhone не удалось активизировать так, то есть, я сцена активации попытаюсь получить iPhone к iTunes вот за факт повторить что за дела? почему-то iPhone не хочет активироваться официально восстановленный и беда вот, сеть появилась ну, давай ну, детка ты активируешься? да, все прошло то есть, казалось бы, была проблема настроить Touch ID позже да, позже дальше не хочу я сейчас ничего делать параметры, пароли не добавлять пароль давай дальше так, восстановить как новый настроить Apple ID нету Apple ID настроить позже в настройках да то есть, мы сейчас его прям настроимся по минимуму для того, чтобы не использовать не делиться ничем давай так, стандартно увеличено выбрать вид стандартный увеличенный то есть, стандартный будет начать работу ну, походу здесь стоит iOS 10 то есть, это сразу понятно ох, мне сейчас Taptic Engine прилетел как это охрененно так, здесь 10.3.1 да, то есть здесь у нас установлено 10.3.1 iOS и, собственно говоря это говорит о многом то есть, смартфон у нас ну, работает как и должен то есть, я не скажу что в нем что-то странное для доступа скачать да ну, конечно это вообще так решить да дай-ка я хочу прям форстач попробовать сделать селфи хочу сделать селфи это разрешит его любит квадратные фоточки ох, он со вспышкой бахнул экран то есть, здесь у нас у него есть небольшая вспышка и вот он меня вот так вот заснял ну, короче, ребята вы сами все прекрасно понимаете что погода погода при форстаче открывается вау айбукс поиск вайбуксе круто дом не, но прикольно конечно по сравнению с обычной вибрацией это вот прям ощущается аккумулятор бах на правой есть аккумулятор да короче обновлю его на ios11 ну, просто потому что у меня часы и вы сами понимаете что он не будет рам кстати, да смотрите-ка что у нас есть тут то есть мы с вами сейчас проверяем форстач именно в этом горизонтальном ландшафтном режиме и он нормально работает то есть не лагает ничего и да так как у нас версия на 64 гига то у нас сразу предустановлен гараж бенки и ноут пейджи займу и айтюнс тамбарс в общем все такое все это сразу предустановлен хоть мне это не надо я это удаляю в общем пока что я вам могу сказать так что отличается он прям ну совсем вот минимум чем внешне отличается ценой внешне вот прям никаких косяков по корпусу ничего нету идеальный весь такой прям красивый ну очень круто будем пользоваться ну и подписывайтесь на канал ставьте лайки чем больше лайков поставите тем больше будет дальнейших видосов и мы с вами кстати сравним как работает iOS 11 у нас она установлена здесь на iPhone 5s и как она работает на iPhone 6s Plus не знаю почему но вот хочу я сравнить как она работает на то есть то есть мы с вами поднимаем смартфон и он нам показывает время прикольно так что вот такая была распаковочка с вами был Deezer все социальные сети в описании вы сами все прекрасно знаете подписывайтесь тыкайте колокольчик про лайки не забывайте ну и все такое совсем скоро увидимся пока пока